Молодежь, приступаем к голосователям КЭС! Да! Мы все будем брать эту страну! Да! Страна будет наша! Да! Наша! Да! За Евгеневу! Да! И слушай, дядя, не спеши, нам лучше знать, куда идти. Не дроби, нас сами реши, с кем нам дружить, кого любить. Наша энергия движения, мы новое течение. Наши поколения. Этот мальчишка появился на свет в московской семье Ларисы Григорьевны де Флорес и Америку Умберто Флорес в застойные брежневские годы. Через год после его рождения семья переезжает в Чили на родину отца. Мальчику не исполнилось и пяти лет, как семья попадает в гущу военного переворота под руководством Аугуста Пиночета. Танки на улицах, подполье, арестация за политические взгляды – все это переживает семья в этой южноамериканской стране. Затем жизнь беженцев в Мюнхене, Россия, Мозамбик и снова Москва, куда крестьян возвращается после тяжелого развода родителей. Когда молодой специалист со степенью магистра экономических наук выходит из Российского университета дружбы народов, Советского Союза уже не было. С прилавков магазинов исчезли товары первой необходимости, молодежь запивает турецкую жвачку поддельной колой, а молодое российское государство нащупывает новые пути развития. На этой волне крестьян вместе с единомышленниками создает группу MF3, которая существенно меняет поп-культуру в стране, добавляя в русскую эстраду танцевальные ритмы мирового шоу-бизнеса. В начале 90-х на радио и в телеэфире появляются первые хиты. Группу приглашают на гастроли по всей стране. Тысячи молодых людей ходят на зажигательный концепт MF3 и в один голос поют хит «Наше поколение», который стал лейтмотивом предвыборной кампании Бориса Ельцина в попытке привлечь голоса молодежи. Можно с уверенностью сказать, этот русский Майкл Джексон, как его называют многие, сыграл определенную роль в формировании политических взглядов многих молодых россиян. Молодежь решает будущее страны, это понятно. И если молодежь будет спать, то будущее будет решаться без нее. Пою как черный человек, живу как белый человек. Стиль. Стиль. Е. А дальше все слова забили. У меня было западное влияние в основном музыкальное, и я все пел на английском. И мне было очень сложно петь на русском, потому что ритмика другая совершенно. И когда я помню, я пытался записать песню на русском языке, и я никак не мог ее спеть. И был такой Саша Кутиков из группы «Машина времени». И Саша Кутиков буквально учил меня, как петь по-русски. Лучше, да? Ну, я хотел западного звучания уровня. Качество, энергетика, что ли, да? Что очень сложно было тогда сделать. Вот. И таких у нас не было прецедентов. Мы просто много работали. То есть мы много писали, у нас не было денег. Мы там копили деньги, чтобы записать одну фонограмму. Потом у нас нашелся спонсор. Добрый человек в зале. Рома Зазуляк. У него были лишние деньги. Он нам давал на студию, там, на то, на все, на костюмы. Я, ну, дай, струной, как сердце бьет. Я вижу много лет. Я знаю их значение. Я вижу старых птиц. Их опережет. В 1999 году Кристиан женится на американке Деббери Смитс, который познакомился за год до этого во время своего выступления в Лос-Анджелесе. Проработав много лет в американской индустрии развлечений и имея огромный опыт в шоу-бизнесе, Дебби становится главным соратником в жизни и карьере Кристиана. В России мы прожили лет семь. Ей было очень тяжело в плане климата. Я просто со временем понял, что, ну, ну, тяжело. Тяжело, тяжело надо переезжать. Она мне очень помогла с точки зрения, во-первых, профессиональной, потому что у нее большой опыт. И большой опыт именно здесь, да, на мировом уровне. Сегодня у семейной пары трое девочек. Диана, Виолетта и Изабелла. Призвание Кристиана объединять американских продюсеров с творческими людьми из других стран. И это у него получается лучше всего. В конце концов, ведь именно это спасет наш мир. В Америке Кристиан добивается поразительных успехов. На поприще продюсерской деятельности в Голливуде на успех не пришел сразу. У меня была всегда вот эта жажда сделать так, как на самом высшем уровне, который только возможен. А это качество всегда в основном приходит отсюда, из Голливуда. И как-то вот, наверное, со временем меня это притянуло. Я действительно со временем начал работать с теми самыми людьми, которые создают вот этот продукт. И это чудо, конечно. Я бы пошел в разведку с Кристианом, от него знаю, с чего ожидать. Он всегда прикроет твою спину. В отличие от большинства голливудских продюсеров, Кристиан невероятно правдив, наверное, потому, что он из России. Здесь, в Голливуде, этого не любят. Но я прекрасно уживаюсь с ним, наверное, потому, что внутри я тоже русский. На вопрос, кем он себя по национальности считает, Кристиан, не задумываясь, отвечает. Да, я русский в первую очередь. Мы просто не уверенно себя чувствуем. Хотя, на самом деле, у нас, у россиян, есть так много, чем поделиться с миром. Но мы просто вот как бы закомплексованы, и из-за этой закомплексованности мы можем гнуть пальцы, грубо говоря. Но иногда вот эта закомплексованность, она просто мешает, мне кажется. Мы встретились с Кристианом, как большинство людей встречают друг друга, на какой-то вечеринке. Познакомившись, мы сделали пару проектов, которые со временем вылились в крепкую дружбу. Всегда приятно видеть с собой рядом человека, который переживает за окружающих его людей так же, как и за качество музыки, которую он создает. Еще в 1995 году Кристиан удивил всех тем, что увлекся христианством. Среди поклонников ходит много самых разных слухов, но, несмотря на это, он не перестает вдохновлять своих фанатов, выступая на концертах и выпуская диски. Чуть позже уже в Америке к работе и увлечениям добавилась серьезная благотворительная деятельность. У меня хорошая жизнь. Я считаю, что это дар свыше. И если это дар, то это даром нельзя не делиться. Я долгое время занимался очень плотно благотворительностью в Латинской Америке, в девяти разных странах. У нас были проекты, коллеклиники, дома, школы и тому подобное. У нас есть детский дом в Мексике, в котором мы помогаем, застраиваем, покупаем игрушки, покупаем еду, покупаем все. Его компания Hollywood World Studios, специализирующаяся на создании музыки, рекламы и клипов, быстро занимает свое место под солнцем Голливуда. С ним работают как именитые американские продюсеры, победители премии Грэмми, обладатели золотых и платиновых дисков, так и звезды российской эстрады. Я, например, себя чувствую очень комфортно в Голливуде. Наверное, из-за того, что здесь есть вот некий вот этот климат, особенно в плане творчества, креатива, вот этот высокий стандарт, вот эта возможность учиться у лучших людей. Мне нравится работать в Голливуде и работать с некоторыми лучших специалистами в мире, но мне также нравится, мне скучно было бы работать только на местном рынке. Мне было бы очень скучно. Вот мне хочется поделиться, мне хочется как-то соединить. Я просто вижу обе стороны лучше, чем каждая отдельная сторона в отдельности. Я в центре этого, я некий катализатор, я говорю, ребят, вот что я перевожу, да, я перевожу не в плане языка, а перевожу в плане культуры. И мне это нравится, потому что я просто люблю и то, и другое, да. На создание музыкальных клипов Кристиан Рэй останавливаться не собирается. Сегодня карьера музыканта делает новый виток. Новый проект, которым я сейчас горю, это новый фильм с Орландо Блумом под названием «Itea in America». И я играю роль исповедительного продюсера. Продюсер главный, это Фред Русс, человек, который продюсировал всех трех крестных отцов, «Apocalypse Now», «Sideways», «Loss in Translation» и множество других фильмов. Это легенда кинематографа. У нас с Кристианом много общего. Он так же, как и я, эмигрант в первом поколении. Когда я принялась за свой очередной фильм, я показала Кристиану сюжет. Ему понравилась идея. Так мы и сработались. Это один из них. С Криш небоскребов Москвы И в городах все страны Только начало пути Мы едины, мы семья и мы идем все вместе Моя мечта это найти либо человека, либо группу людей просвещенных, просветленных, я бы сказал, предпринимателей, Людей, которые обладают значительным количеством средств, чтобы создать какую-то организацию, которая бы играла довольно вескую роль на международном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова